Добрый день всем собравшимся! Мы являемся организаторами вот этого мероприятия, которое мы организовали. Молодцы! 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 Мы это организовали практически спонтанно. Во вторник вечером мы сделали ивент на Фейсбуке. И уже через 24 часа была первая акция у российского посольства в Париже. Было почти 100 человек. И после этого это наша вторая акция, согласованная с мэрией и Парижем. Благодарим вас всех, кто сюда и пришел. Мы являемся частью этого нового гражданского общества, которое зарождается, которое не боится выходить. Мы юное поколение, потому что я вижу здесь среди собравших очень молодых людей, которым, наверное, 20-25 лет. И я этому очень рад. И передаю слово своим друзьям, с которыми, кстати, мы и познакомились и буквально несколько дней назад. И даже наш ведущий Максим, который специально и приехал из Ниццы, но которого мы не знали, которого мы познакомились в четверг на этом митинге. Так что мы можем друг друга и поддержать. Нас не меньшинство, мы в большинстве, но просто мы в разных частях как бы разброшены. Но если мы все соберемся вместе, нас будет очень даже много и больше, чем 150 тысяч, нас миллионы. Я бы хотел поблагодарить всех собравшихся сегодня в поддержку свободных демократических выборов в России. Хотел бы повторить основной тезис нашего сегодняшнего собрания. Мы за честные выборы. Здесь упоминалась петиция, под которые мы до сих пор собираем. Я хотел бы сказать, что на данный момент собрано уже более 300 подписей. Эти подписи мы собираем в защиту манифестантов, которые были арестованы последние дни в России. Мы требуем немедленного их освобождения, а также требуем свободных, честных выборов. Спасибо вам. Добрый день, меня зовут Аня, и я из Белоруссии. И я здесь не случайно, потому что я хочу сказать, что я вас очень прошу, не потеряйте страну. Потому что самое страшное понять, что ничего изменить нельзя. И мне действительно грустно смотреть на то, что происходит с моей родиной. Я вас прошу, делайте что-нибудь, пока вы можете, пока вы собираетесь, пока вы вместе, пожалуйста, потому что это важно. Привет, меня зовут Саша. И на самом деле, мне кажется, что то, что мы все здесь, и то, что 150 тысяч человек вышло в Москве сегодня, это первый знак того, что гражданское, демократическое общество у нас все-таки зарождается. Вот, так что, надеюсь, продолжим в том же ключе. Спасибо. Привет, меня зовут Аня. Я еще раз хочу всех поблагодарить, что вы пришли. Это просто замечательно, мы очень рады. И от себя могу сказать, что мое поколение такого еще не видело. Мы первый раз участвуем в историческом моменте. Это, на самом деле, исторический момент. Мы будем его помнить, мы будем рассказывать внукам, детям. И нам не будет стыдно, потому что мы вышли, и мы открыто, честно сказали свое мнение. Стыдно будет тем, кто сидел дома и ничего не сделал. Вот им, очевидно, будет стыдно. Мы требуем решения мирным, законным путем. И поэтому мы правы. Меня зовут Маша. И от себя я хочу сказать, что все, что происходит здесь сегодня, для меня такой небольшой, невероятно приятный сюрприз. Мне удивительно и невероятно приятно видеть столько смелых, уверенных в себе людей, которые знают, чего они хотят для России, какого будущего они хотят, и которые, ничего не боясь, смело говорят об этом. И я хочу сказать всем вам спасибо. И хочу сказать вам, что я невероятно горжусь всеми вами, и невероятно горжусь той Россией, которую я вижу здесь сейчас, сегодня. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Лана. Я хотела бы напомнить, о чем сегодня уже много говорили, о том, что здесь мы, в Париже, поддерживаем прежде всего Москву и Питер, где участники... Дорогие. Дорогие. Да, прежде всего. Но также, чертовски приятно, что митинги прошли также в городах Европы и Америки, что митинги прошли в Канаде, в Лондоне. Самые большие акции это здесь, в Париже, и также в Лондоне. И во Франции я знаю, что проходят еще митинги поддержки в Страсбурге и в Лионе. Это очень приятно, потому что, если мы сейчас находимся не в России, это не значит, что нам все равно. Мы с Москвой, мы с Лионом, мы с Лондоном, мы с другими городами, где люди бастуют, где люди выражают свое несогласие. Ура! Также я хотел бы представить Аню и девочку, которая все это снимала и фотографировала, и все на камеру, и это было все отправлено на канал «Дождь». Так что, слова. Сегодня отправим еще, в четверг уже отправили. Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы все пришли, как, в общем-то, все это уже сказали. То, что мы сейчас сделаем здесь, очень важно для людей в России, и то, что мы имеем сейчас какую-то возможность показать им то, что мы их поддерживаем, для них это очень важно. Я считаю, что митинги, которые прошли сегодня, прошли и пройдут сегодня по всем странам мира, и в Америке, и в Канаде, и почти в каждом крупном городе Европы, они очень важны для будущего нашей страны. И еще раз спасибо за то, что вы все пришли, и за то, что все, в общем-то, выразили свое мнение по поводу того, что... Да, по поводу того, что происходит в нашей стране. Спасибо вам! Мы за честные выборы! Мы за честные выборы! Мы за честные выборы! Вот это, кстати, символом, кстати, французской снежной революции, да?